Последние столетия кардинально изменила образ жизни человечества. Еда стала доступной, а энергию тратить некуда. Работаем за компьютером, домой едем на автомобиле, электронные помощники стирают белье и моют посуду. Но за комфорт и сытость приходится платить. И что самое неприятное – здоровьем. Это нарушение углеводного обмена, это проблемы сердечно-сосудистой системы, гипертония. Как итог всех сосудистых проблем, заболеваний – это инфаркт и инсульт. Также лишний вес влияет и на опородвигательный аппарат, то есть это нагрузка на суставы. В Ницюганске сегодня зарегистрировано 4,5 тысячи жителей с диабетом второго типа, который возникает из-за ожирения. В реальности, считают врачи, эту цифру можно умножать на 3. Если раньше такой диагноз ставили людям пожилым, то сейчас диабет нередко возникает у 20-летних. Почему врачи настаивают именно на подсчете калорий? Считается, что это самый надежный способ держать себя в форме. А вот диета связана с отказом от каких-либо продуктов и чреваты срывом. Многие неправильно считают, что нужны именно жесткие диеты. А можно также сидеть, оставаться на своем питании, просто контролировать дозы и размеры порций. И тут нет никаких срывов, потому что ты на самом деле ничего себе не запрещаешь. Карина – яркий пример эффективности такого подхода. Именно так ей удалось сбросить 33 килограмма, почувствовать себя гораздо легче и увереннее. А всероссийская акция, которая сейчас проходит, конечно, слышали далеко не все. Однако тема, как оставаться здоровым и стройным, волнует многих. Наверное, актуально, потому что все борются с ожирением, с лишним весом, со здоровьем. Всем охота здоровыми оставаться. Особое внимание врачи обращают на питание детей, которые обожают бургеры и газировку. А ведь один прием пищи в фастфуде – это уже соточная норма калорий. И не у каждого такая сила воли, как у Семена, который ради участия в соревнованиях похудел на 3 килограмма. Я рукопашник, я участвую на соревнованиях, чтобы сбросить, разумеется, вес. Мне придется правильно питаться, чтобы более легкие противники были. То есть, естественно, надо соблюдать диету, не есть всякие фастфуды. Мужчина 30-40 лет в день может съедать порядка 2000 калорий. Женщина примерно 1800, при условии, что у нее нет цели похудеть. Отказываться ни от жиров, ни от углеводов не нужно. Мы рассчитали примерно себе суточный рацион калорийный. Ну, пусть это будет 1800 килокалорий. Значит, основной процент этих калорий мы употребляем в первую половину дня, то есть утро, обед. И небольшую часть, 20-25 процентов, мы оставляем на вечер. Сладости врачи рекомендуют заменить фруктами, а сахар натуральными подсластителями. Первое время питаться по-новому будет непросто. Но довольно быстро организм привыкнет и отблагодарит вас прекрасным самочувствием. Инна Новик, Валик Елькин, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова